Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Пожалуй, среди нас нет человека, который не поднимал бы глаза к небу, всматриваясь в звездную черную бездну. Что это для каждого из нас? Огромное пространство или мечта любого советского мальчишки? Космос всегда манил и притягивал человечество, и есть люди, которые сделали его для нас ближе. Один из них – Валерий Алексеевич Капитонов, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», доктор технических наук, профессор, действительно член Академии космонавтики и Академии навигации и управления движением, автор более сотни научных работ. Его называют главный пускач России за многолетний опыт работы техническим руководителем космических пусков. Во многом, именно он помог вывести самарские ракеты-носители в лидеры по надежности. Валерий Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, позвольте поздравить вас, во-первых, с вашим профессиональным праздником. И когда-то мальчишкой, ведь вы тоже смотрели в звездное небо? Да, безусловно. Я, в общем-то, с самого начала в авиационный институт наметил поступать. Но когда полетел Гагарин, в это время я учился на третьем курсе. Тут совсем уже определилось мое направление. Как раз в это время в институте разделили, я окончал факультет моторостроения, разделили курс на две части. Одна часть осталась авиационные двигатели, вторая пошла на новые ракетные двигатели. Вот я пошел на ракетные двигатели. И с этих пор, то есть с 61-го года, вся моя жизнь связана с ракетами. Ну а какая ваша первая запись в трудовой книжке? Первая запись, как ни странно, у меня даже раньше, я у меня в трудовой книжке стоит, окончил авиационный институт 1 марта 63-го года, а принято на работу 28 февраля 63-го года. Ну сейчас это называется организация «Поволжский филиал конструкторского бюро энергетического машиностроения». Это на заводе, тогда был завод «Фруза», сейчас это ОДК «Кузнецов». Вот туда я пришел, так сказать, на работу. Ну а расскажите о первом пуске ракеты, свидетелем которого вам довелось быть? Ну, тогда мы все были молодые, вот сейчас, думаю, мой начальник, который был на 5 лет старше меня, он мне казался таким старым. Поэтому я пришел на работу, я уже сказал, в марте, а уже в декабре 63-го года я первый раз поехал на Байконур в качестве просто инженера-испытателя. И вот этот первый пуск, именно потому что он был первый, произвел на меня неизгладимое впечатление. Потом я много был, видел пусков, но вот первый он был, как потом я понял, особенно красивый. Не всегда такие пуски бывают, как это был пуск под утро, когда ракета стартует из ночи и выходит на лучи солнца. И вот она выходит на лучи солнца, так резко меняет все освещение, ее след делает таким загадочным. Фигура разная, даже удивительно, крест, круг. То есть вот первый пуск в этом смысле произвел на меня неизгладимое впечатление. То есть связано еще и с природным явлением, но вот и вы помните это до сих пор, и очень яркие впечатления у вас. Да, это, ну, в каком-то смысле, как, примерно, северное сияние, оно же не всегда бывает. Ну да. Как начинали производство знаменитых ракетоносителей «Союз-2» на заводе «Прогресс», расскажите об этом. Ну, если вы спрашиваете, «Союз-2» или ракет, так сказать, ну, мы их называем «семерка». То есть ракета «семерка» – это, так сказать, изобретение Сергея Павловича Королева вместе с сотрудничеством главных конструкторов. Королев был широкой души человек, и он все, что он сам умел, он быстро отдавал, так сказать, другим. И вот, по его указанию, здесь, в Самаре, ну, вернее, тогда еще в Куйбышеве, он приехал на завод «Прогресс», посмотрел, что завод тогда делал самолеты. Самолеты, воины он делал «Эл-2», потом «Миг-15» делал. Мощности завода хватает, поэтому он предложил начать на этом заводе производство ракет, еще раз, мы их называем ракетой «Р-7». Да. А «Союз» – это уже последующие, так сказать, модификации этой ракеты. И направил сюда своего заместителя Козлова Дмитрия Ильича. Дмитрий Ильич был ведущим конструктором этой ракеты. И темпы, которые сейчас даже трудно представить, значит, в 1958 году приняли решение делать здесь ракеты, а в 1959 уже первая ракета производства завода «Прогресс» полетела в космос. Ну, а вот все-таки чем эта ракета «Р-7» так знаменита? Ну, а как же известный Восток? Ну, первое, чем она, на мой взгляд, самая пока знаменитая. То есть такого количества пусков, как у ракеты «Р-7», нет пока ни одной ракеты в мире. Мы приближаемся к 2000-му пуску. Сейчас 1975 пусков сделали. За это время ракета существенно изменилась. То есть если внешне она, ну, похожа, какая была 30 лет назад, сейчас внешне можно почти не отличиться. А внутренне она очень здорово. Вот когда вы первый опрос задали «Союз-2», то есть первая ракета «Союз-2» полетела в 2004 году. Я ее учил летать, это уже «Союз-2». Значит, у нее грузоподъемность, ну, почти вдвое была больше, чем первая ракета. То есть из первой ракеты выводили порядка 4 тонн на орбиту, то ракета «Союз-2» до 8 тонн уже могла выводить на орбиту. Вы сказали о том, что сейчас очень многое изменилось внутри ракеты. А изменились ли сами испытания? Вот какие они были раньше и какие они были сейчас? Ведь, насколько мне известно, вы ими занимаетесь всю жизнь. Ну, коротко можно так сказать, что в ракете, ну, в первую очередь, менялась энергетика, то есть двигатели менялись. Они получили название «другой двигатель», их энергетики была больше. Потом мы приняли решение, еще тогда, в 2000 году, в 2004 уже полетела ракета, а в 2000 году, что новая ракета должна быть только на российских компонентах. То есть если до этого ракета летала на системе управления, которую делала Украина, Харьков, то вот новая ракета «Союз-2» имеет, во-первых, цифровую систему управления, а не аналоговую, как была раньше, и производство России, города Екатеринбург. То же самое телеметрическая система, тоже новая, цифровая. То есть вот три основных компонента новой на этой ракете «Союз-2» – это двигатели, цифровая система управления и цифровая система измерения. – Насколько мне известно, Валерий Алексеевич, вы занимались наукой. А вот насколько важно и значимо это направление было в вашей жизни? – Ну вот, на мой взгляд, наука, она заставляет просто человека, ну, думать немножко по-другому. То есть в науке, когда наукой занимаешься, решаешь, ну, так есть вот неизвестные проблемы. Когда занимаешься чисто производством, там свои трудности, проблемы, этого не хватает, этого дорого и так далее. Но технических проблем там тоже очень много, и вот занятие наукой помогает эти технические проблемы решаться. – А пример приведите, пожалуйста, чтобы вот было понятно и наглядно, как вам наука помогла решить вот возникающие проблемы, с которыми вы сталкивались в процессе вашей работы? – Ну вот, на мой взгляд, наиболее наглядный пример. Значит, у нас выпускается специальная документация, в которой написано, какие приборы на ракете можно менять, какие нельзя менять. К сожалению, к сожалению, все-таки отказывают детей другие приборы. И вот одна из первых, как раз, когда я еще работал на заводе «Фрунзе», значит, отказал кислородный клапан. Вот такой могучий агрегат, весом более 30 килограммов. – Его менять по документации нельзя. И вот именно знание тех процессов, что там происходит, что надо сделать, чтобы поменять этот клапан, это кислородный клапан, это очень принципиально. Вот в этом смысле наука помогла, и мы сделали эту операцию, которую по документации делать нельзя сделали. Этот опыт мне помог, и второй раз в моей жизни повторилось, и как раз на первой ракете «Союз-2» пришлось еще раз менять этот кислородный клапан. Но тогда я уже был техническим руководителем. Если первый раз я был простым инженером, просто участвовал в этой работе, то второй раз я уже принимал решение, что да, можно этот клапан заменить. – Скажите, пожалуйста, общаетесь ли вы с молодыми учеными? Я знаю, что вы преподавали в Самарском исследовательском институте. Есть ли такие ученые на заводе «Прогресс», с которыми вы работаете? Вот как выстраивается ваше общение, взаимодействие? Поддерживаете ли вы начинающих молодых ученых? – Ну, я бы так сказал. Как я сказал, что я с 61-го года, когда нас перевели на ракетную специальность, мы учились по учебникам, которые, как я потом узнал, писали почти такие же молодые люди, которые сами только начинали. И вот со многими авторами этих учебников я потом работал уже, так сказать, бок о бок. Значит, так, если выразиться, мне пришлось взянуть и с академиками, и с членами-корреспондентами Академии наук. Значит, один раз даже с тремя академиками очень крупно поспорил, оказался прав. А у нас на предприятии, значит, ну, Дмитрий Ильич был членом-корреспондентом Академии наук. Сейчас у нас, к сожалению, остался Геннадий Петрович Аншаков, член-корреспондент Академии наук. Академик у нас на предприятии нет. – Ну, вот касаемо молодых ученых, мы сейчас ненадолго прервем наш разговор и посмотрим небольшой видеосюжет как раз о разработках. Устройства наподобие этого с такими же характеристиками в России делают только в одном городе – космической столице страны – Самаре. Аналоги такому аппарату в мире можно пересчитать по пальцам. Два инновационных компактных гиперспектрометра ученые Самарского университета имени Королева презентовали специально к знаменательной дате – Дню космонавтики. Оснащенные такими приборами миниатюрные космические аппараты в формате CubeSat смогут эффективнее проводить экологический мониторинг, выполнять задачи умного земледелия, контролировать парниковые газы и проводить разведку труднодоступных территорий и искать там потенциальные месторождения минералов, нефти и газа. Все это прямо с орбиты нашей планеты. До этого мы запускали гиперспектрометр скорее демонстрационный, у которого был слабенький объектив, но мы получили оттуда первые гиперспектральные кадры в общем-то со спутника формата 3У – это уже достижение. Вот сейчас у нас будет спутник формата 6У, здесь стоит уже полномасштабный объектив с фокусным расстоянием 300 мм, что позволяет получить разрешение вплоть до 6 метров по поверхности Земли. Ученые уже давно придумали способ, как создавать изображения, которые состоят не из трех компонентов, а, например, из сотни или двух сотен. Это и называется гиперспектральная съемка. Она используется в аэрофотосъемке и в космической съемке земной поверхности. Для этого и нужна инновационная разработка самарских ученых. Эти приборы как улучшенная камера, со снимками высшего качества для получения более полной информации о нашей планете. Гиперспектральные снимки внешне, на первый взгляд, особо не отличаются от обычных. Если взять обычный снимок и какой-либо пиксель с этого изображения, то его можно разбить на три компонента – это синий, красный и зеленый. А если мы возьмем гиперспектральный снимок, то каждый пиксель можно разбить на множество компонентов. Если их взять и уложить достаточно плотно от самого первого и до последнего спектра, то захватится также инфракрасная область, которая незаметна человеческому глазу, но хорошо видна на приборах. Этот прибор позволяет получить в каждом пикселе 250 цветов. То есть обычная камера три цвета дает, это дает 250. И когда мы с орбитой это снимаем, мы получаем в каждой точке спектр. То есть мы можем посмотреть вот в эту точку. По спектру определить, что здесь не просто зеленый лес растет, а растет дубовый лес, например. Или дубовый лес, в котором дубы там сдавывали, больные. А здесь поле пшеницы, но она явно чем-то заражена. А вот здесь поле пшеницы нормальный. Как отметил Романский Данов, проект гиперспектрометров уже полностью готов. Сейчас сами устройства изготавливают и сборку планируют закончить к середине лета. Этот проект получил финансовую поддержку в рамках федеральной образовательной программы «Дежурный по планете». Эта разработка имеет огромное значение в популяризации космонавтики и космических технологий среди подрастающего поколения. На основе данных, которые будут передавать самарские гиперспектрометры с орбиты, ученые Самарского университета будут обучать команды российских школьников основам анализа и обработки гиперспектральных изображений. Планируется разработать для учащихся соответствующую научно-образовательную программу. Ее рассчитают на несколько лет и включат проведение различных космических экспериментов с использованием компактных гиперспектрометров. Школьники смогут не только побывать на предпусковых испытаниях наноспутников, но и стать свидетелями пуска ракеты-носителя с космодрома. Валерий Алексеевич, вы работали с Дмитриевичем Козловым и даже были у вас в нештатной ситуации. Я прошу сейчас вас о них рассказать, но если это, конечно, информация не секретная. Ну, Дмитрия Ильича я очень уважал. На мой взгляд, его, ну, на мой взгляд, самое, так сказать, ценное качество – это умение подбирать коллектив, умение находить людей, которые могут, так сказать, решить проблему. То есть человек не был, что он все знал. Ну, в общем-то, их людей практически нет, которые все знают, а вот человек, который может собрать коллектив помощников, который один знает очень хорошо двигатель, второй – систему управления, третью – оптику. Вот подбор таких людей, я считаю, что очень большое достоинство Дмитрия Ильича. И второе – его достоинство. Это уж я потом оценил как следует. Но это его смелость, смелость. Он смело разговаривал с любыми. Он разговаривал со всеми нашими президентами – Горбачевым, Ельциным, Путиным. Он разговаривал с Шараком, который приезжал к нам в Самару. Ну, а по своей тематике, значит, все смежные предприятия, главные конструктора предприятий, которые поставляли нам продукцию, они, Дмитрия Ильича, безусловно, уважали. Его слово было законом. Это, я тоже считаю, была его очень сильная сторона. А вы считаете его своим наставником? Считаю. Значит, ну, если говорить про наставников, я бы, так сказать, ну, выделил трех человек в своей жизни. Первый наставник не имеет отношения к ракетам. Это мой первый руководитель кружка краеведов-туристов во дворце пионеров. Значит, я начал в этот кружок ходить с шестого класса и до десятого. И с девятого класса был уже старост кружка. И вот сейчас, ну, я думаю, вроде ничего особенного. Тогда меня очень поразило, что мне девятикласснику доверяли, решать большие, трудные вопросы организации всяких экскурсий. То есть вот у нас был такой проект «От зерна до булки». То есть мы должны были пройти кружком, посмотреть элеватор, мельницу, поле, макаронную фабрику. И вот на все эти предприятия я ездил, договаривался. И это вот именно... Я сначала говорю, что уже кто меня там послушает? Мальчишка пришел. Это какой год был? А Александр Федорович Гончуров говорит, что справишься. И, в общем-то, весь этот проект нам удалось осуществить. Вот его я считаю своим первым наставником, который научил меня, ну, тоже не бояться авторитетов, мыслить самостоятельно. Второй мой наставник – это солдатинок Александр Михайлович. Он предшественник мой на посту пускача. То есть он, вот, самый первый ракет производства завода «Прогресс». Он с ней поехал на полигон, он ее пускал. И до 2003 года он все время пускал ракеты. Я с ним вместе ездил, потом он постепенно оставил за собой только пилотированную программу, а я пускал, так сказать, более обычные спутники. Ну, потом он ушел на пенсию. И вот с 2003 года все пилотируем программы. Это мои пуски. Ну, и третий наставник – это, безусловно, Дмитрий Ильич Козлов. Вот как наставник я вот этих трех людей в своей жизни выделил. Этот год объявлен президентом, именно год наставника-педагога. Вы сейчас рассказали о своих наставниках. Ну, а вы сейчас для кого-то являетесь наставником? И вообще, вот какое значение именно наставничеству? Ну, так если выразиться, чисто официально, чисто официально, у нас есть такая, так сказать, категория на предприятии наставники. То есть я официально в наставник не числюсь. Но, сами понимаете, что-таки мало таких уже аборигенов осталось на предприятии. Поэтому молодежь постоянно приходит, так сказать, снова помогать, воспитывать. Причем, в основном, именно в организации работы. Потому что молодежь сейчас очень умная. Машина знает значительно лучше меня, возможности, компьютер и так далее. А вот именно в организации работы, в своем связи, в разговоре со смежниками. Вот здесь приходится помогать молодежи. А может быть, была какая-то помощь в последний раз, которая вас очень сильно удивила? Я не понял вопрос, чья помощь. Мне помощь? Ваша, ваша помощь, конечно. Пришел какой-то молодой специалист к вам за помощью, и вот она вас удивила. Просьба удивилась, с которой обратился к вам молодой специалист. Ну, тут пример, может, не очень, так сказать, удачный. Я все время все-таки работал на производстве. Вот я доктор наук, а доктора наук в основном воспитывают молодежь в институтах. И вот один наш работник нашего предприятия, он готовил кандидатскую диссертацию, но что-то не поладил со своим руководителем. Значит, ну, пришел ко мне за помощью. Я не хотел сначала, ну, как бы, ссориться. Ну, потом все-таки, так сказать, согласился, помог ему. Ну, хорошо. Можно ли говорить о том, что на космос это все-таки дело не только прошлого, но и настоящего, и, безусловно, будущего? Ну, это безусловно. Космос пока еще, ну, шагов вперед не видное количество. То есть, не зря, как говорят, мы еще в Колыбели все живем. То есть, что мы освоили там? Самый-самый ближний космос. Да, Луну, долго мы не долетали, как еще на Марс собираемся, не говоря уже, а дальше. То есть, пока еще в космосе задачи безграничны. Безграничны. А вы бы хотели полететь в космос? Много раз хотел, но теперь, конечно, уже не полечу. Вы каждый день, мы вот с вами сейчас перед эфиром говорили, каждый божий день ходите на работу. Скажите, для вас это важно? Каждый день ходить на работу? Важно, важно. То есть, конечно, в принципе, я уже пенсионер, уже 20 с лишним лет пенсионер, но пока есть здоровье, пока есть знания, есть потребности, пока работаю. Вот, кстати говоря, вы лауреат государственной премии в области науки и техники. Действительный член Российской академии космонавтики и академии навигации управления движением. И вот у вас очень большое количество наград. Расскажите, пожалуйста, какая для вас самая ценная? Ну, здесь, конечно, очень трудно говорить. В этом смысле, наверное, самая, ну, первая награда, она самая неожиданная, самая ценная. Первую награду я получил за пуск по проекту «Союз Аполлон». Если вы помните, такой был проект, 15 июля 75-го года, значит, запустили американцы корабль «Аполлон». Мы запустили свой корабль «Союз». Наши космонавты были, как у вас, филлионов. Значит, эти корабли состыковались. Вот я этот корабль готовил. Тогда еще был Александр Михайлович Солдотенко, про который я говорил, руководителем полета. А тогда, еще в мое время, роль коммунистической партии была большая. Я был порторгом этой группы, которая готовила ракету. И как порторг, не только как технический специальный, но как порторг, мне приходилось вмешиваться во многие дела и бытовые, и технические. Вот за этот пуск я получил первую награду «Орден, знак почеты». Ну, я знаю, у вас есть и медаль Гагарина. Ну, медаль Гагарина – это, так сказать, медаль Федерации Космонавтики. В Федерации Космонавтики у меня таких медалей много. То есть, самая ценная медаль, первая медаль, она еще у меня висит, медаль Королева. Она очень скромная по виду, против современных медалей. Потом я получал еще раз Орден Королева. Ну, это тоже Федерация Космонавтики, то есть, это не государственная награда. А так, медаль Козлова, медаль Литвинова, медаль Семехатова, медаль Гагарина. Эти у меня все медали есть. Давайте вернемся к испытаниям. Скажите, пожалуйста, вот простым человеческим языком, все-таки, какая эта огромная ответственность лежит на ваших плечах? Ну, ответственность, ну, вот я бы так сказал. Я, ну, сделал как технический руководитель, я сделал порядка двухсот пусков. Вот, и каждый пуск, как заново, как заново. Волнуешься. Если идет все спокойно, у нас даже есть такая примета, что, допустим, есть в процессе подготовки ракеты. А мы ее начинаем готовить сначала на технической позиции в монтажно-испытательном корпусе, проводим все испытания. Потом вывозим на старт, проводим все испытания. Вот если ни там, ни там нет ни одного замечания, это как даже немножко тревожно, что сейчас это замечание в полете выйдет. Ну, к счастью, этот примет не всегда оправдывается. Есть не очень много ракет, где нет ни одного замечания ни при подготовке, ни в полете. Самые вот трудные моменты, когда замечание возникает, именно вот в процессе уже идет пуск, идет пуск, и что-то возникло. Вот, это уже не про себя скажу, а вот Александр Михайлович Солдатенков, значит, получил звание Героя, не России тогда, Героя Советского Союза, именно за то, что он в момент, когда ракеты стоял на старте, и там неожиданно, неожиданно возник пожар, которого не должно быть. И вот он вместе с... Ракету пускают всегда два человека, два человека. Один командир расчета, второй технический руководитель. Вот командиром расчета был генерал Шумилин, а Солдатенков был техническим руководителем. Им надо обязательно вместе, обязательно вместе дать команду, ну, караул или спасение. Вот. Они оба эту команду дали, буквально за три секунды. Если бы вот три секунды еще подождали, то ракета бы взорвалась. Вот это очень-очень, так сказать, ответственные моменты. Слава Богу, таких моментов больше не было, больше не было. А вот такие вот, для меня лично более ответственные моменты были какие. Значит, я пускал ракеты со всех четырех космодромов. То есть, с Байконура, с Плесецка, с Восточного. Ну, и мы сделали космодром в Гвиане. Это формально французская территория, ну, неформально французская территория. И там очень жесткие требования по ветрам. По ветрам. То есть, вот, допустим, у нас на Байконуре тоже есть ограничения. Если очень сильный ветер, то ракет пускать нельзя. Мы практически никогда на Байконуре из-за ветра пуск не отменяли. А в Гвиане это приходило делать несколько раз. И вот здесь очень большие волнения. Когда все уже последняя операция. Вдруг, знаете, служба безопасности, французская, говорит, нет, ветер сильный, пуск запрещаем. Ну, и сразу все, так сказать, опускается от бой. Это всегда очень неприятно. Ну, что же, наше время подходит к концу. Я хочу предоставить заключительное слово вам. Сегодня 12 апреля. Чтобы вы поздравили всех причастных с этим замечательным праздником. Ну, я с большим удовольствием это сделаю, потому что я считаю, что это 12 апреля – это наш профессиональный праздник, мой личный праздник. Хоть я не космонавт, в космос не летал, и космический корабль делаем не мы, а делает Москва, РКК «Энергия». Но без нашей ракеты ни один космонавт пока еще так не улетал российский. Поэтому и все наши предприятия, я считаю, вся Самара, это Самара космическая, не зря ее так называют. У нас целые, ну, сейчас вот слово модно, кластеры, я бы сказал, ядро, которое обеспечит производство ракет здесь, в Самаре. Поэтому с большим удовольствием всех поздравляю с нашим профессиональным праздником. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова